здравствуйте друзья многие россияне интересуются чем украинцы будут расплачиваться за западный ленд-лиз поставки вооружения экономической помощи украине на что украинцы отвечают да чем хотите хотите камчаткой хотите дальним востоком будем расплачиваться чем угодно хотя хотя нет дальний восток и преамурия уже четко забиты за китаем и сейчас я украинский историк расскажу вам о том почему украина имеет полное право юридическое право подарить дальний восток в частности его южную часть преамурия китаю и это будет как всегда очень аргументированная и точная точный рассказ базирующийся исключительно на научных фактах на том почему преамурии и дальний восток украина имеет полное право подарить китаю это вообще очень хорошая идея но сначала о визите лидера китая президента фактического китая си цзиньпина в россию это действительно как я уже посмотрел действительно судьбоносный визит и он много о чем свидетельствует и вот еще совсем недавно в зимой пару месяцев назад газета financial times опубликовала которая в принципе сливы практически не публикует очень такая респектабельная газета она сказала что на них вышли несколько китайских чиновников сразу же несколько и начали рассказывать о позиции китая по войне россии против украины и они хотели сказать стремились внести ясность в отношении между пекином и москвой по вопросу украины и по данным этой газеты тот же посыл китайские представители повторяли европейским дипломатам и вот что говорили китайские дипломаты европейским дипломатам и газете financial times путин безумен решение о вторжении приняла очень маленькая группа людей китай не должен слепо следовать за россией приблизительно вот такие дела и как оказалось после визита си цзиньпина в россию китай оказался совсем не безумен достаточно дальновидный и очень даже умен таким образом надежды российской стороны на то что пекин вдруг бросится помогать москве войне против украины и да и против запада то есть начнет третью мировую войну ради интересов путина и россии конечно же провалились ожидано ожидаемо то есть даже надежды на то что российская армия получит китайское оружие бит боеприпасы уже прекратились эти надежды и буквально вот сегодня министр иностранных дел китая заявил что мол китай не поставляет никаких вооружений что мол америка поставляет а мы а мы очень чистые китае ничего не поставляем очень важна фраза из совместного заявления путина и си цзиньпина приведу ее полностью российско-китайские отношения достигли на и высшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться однако не представляет собой военно-политический союз и не направлены против третьих стран то что эта фраза включена совместное заявление означает что и путин понял эту фразу и под ней собственно говоря подписался чтобы не возникали никакие вопросы четко и ясно не строить иллюзий никакие не военно-политические союзники китай не хочет из-за проблем путина и россии ссориться со всем западом коллективным а что такое коллективный запад это вся большая семерка плюс огромное количество других стран и если экономика америки все еще чуть чуть больше чем экономика китая то вместе с экономикой евросоюза японии кореи австралии и так далее и так далее вот этот весь запад все-таки еще гораздо более тяжел чем китай и китаю со своими рынками ссориться из-за какого-то путина из-за какого-то полумевшего прыща так сказать это конечно было бы глупо и соответственно результат ожидаемый кроме того кроме того китай за всеми этими ласковыми и такими сладкими по восточному словами сказал путину не балуй не балуй с ядерной бомбой от кнопочки отлезь вот что сказал сказано в совместном заявлении в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана один российский так сказать политолог сказал что по этому поводу но по моему правильная вещь я его процитирую председатель си выговорил начальнику своей газовой заправки чтобы тот угомонился сам и влил пару ведер от фара пустырника своим не в меру говорливым подчиненным так сказать чтобы с этими историями о грязной бомбе о которой путин задвигал полгода назад и так далее вот эти все истории которые были попыткой легитимизировать ядерную атаку чтобы не только запад его предупреждал но и китай то есть мы видим украине позитив от этого визита китайского что же в обмен получила россия на втягивание в экономическую орбиту на вхождение в том числе в фактически валютную зависимость от китая одностороннюю валютную зависимость потому что торговать с китаем за юаня это значит что все путина россия 3 получила китай благословил китайский властелин император благословил своего вассала путина вот что он говорит путину вы выберетесь в следующий году 2024 там я знаю я вас верю ну конечно не знал бы он как происходят выборы в россии и вот что говорит си цзиньпин сейчас произошли изменения которых не было сто лет то есть китайцы четко понимают шанс который россия и с безумием своего руководства дает китаю когда мы вместе мы руководим этими изменениями говорит си цзиньпин путину мы вместе мы руководим ярко вожу а мы вместе берегите себя дорогой друг пожалуйста это буквальная цитата то есть очень хороший вассал китайский путин проявил себя очень хорошим вассалом россию из большой восьмерки вынул и положил под ноги китаю молодец молодец сказал си цзиньпин покидая москву и это был единственный позитив для россии собственно говоря может еще там по коррупции что-нибудь получит какую-то косточку российские чиновники из продажи российских же ресурсов но это понятно это всегда было китай это все прекрасно понимает но еще одна очень важная история которая состоит в том что китай фактически начал территориальную экспансию на территорию россии то есть китай четко абсолютно перед визитом си цзиньпина заявил что территории которые были отторгнуты по нерчинскому договору 1800 1689 года извините эти территории они китайские четко министерство их назвала все эти города которые там есть китайскими названиями то есть и потом комментарии еще выдали сверху о том что это сделано сознательно и что китай помнит о нерчинском договоре то есть разъяснение пришло так сказать представила карту мира которая наделала немало шума и вот эти российские территории у них появились китайские названия раньше такого не было вот а китайское правительство в этом сообщение сказала что вот это использование топонимов на карте в частности в контексте российских регионов то есть получение городами владивосток название ханьшиньвэй хайшиньвэй хань то есть хань это китай уссурийск шуаньчжэньцзы хабаровск бали но это многие помнят из всяческих рассказов благовещенск хайлан пао сахалин даже куидао нерчинь ничего ничего ну и другие там города соответственно всякие хребты по которым горница проходила раньше и должна проходить по китайскому замыслу байкал озеро это вообще северное море для китая то есть вот эти все названия легитимизировали и ответ вот этого министерства который провозгласил это переименование что китай помнит об айгунском договоре который они считают несправедливым это 1858 и пекинский 1860 и не позволят своему народу забыть об этом то есть для того чтобы помнить и не забывать вот таким образом что мы видим что китай четко говорит всему миру что юг дальнего востока фактически юг дальнего востока дальний восток и при амуре его однозначно это большая территория эта территория где-то сравнимая по территории я не знаю там европейской части миллионы квадратных километров пару полтора наверно миллиона где-то так то есть это и это самое кстати говоря лучшие территории действительно на дальнем востоке которые на юге в которых аграрный сектор может вполне процветать там не очень много ресурсов природных но из всех этих территорий это самые такие спасу достаточно для заселения и для их колонизации это достаточно неплохие территории то есть китай выбрал вкусный кусочек россии и вот сейчас я вам расскажу о том почему украинцы имеют полное право разрешить и фактически подарить китаю эти территории с удовольствием это сделают потому почему потому что те территории были колонизованы украинцы украинцы звали нычей пир но по-русски никифор нычей пир чернигевский этот казак воевал с московитами в смоленской войне 1632-1004 годов очень известный человек если кого-то на дальнем востоке и величать и почитать то не всяческих там хабаровых и на севере дежневых а нычей пир черниговский он гораздо более этого заслуживает кто это такой казак был отправлен пленный плен отправлен велим в сибирь фактически туда и там был тиран и убийца но как всегда тиран убийца и мздоимец ну короче садист из мздоимец этот илимский воевода иначе пир чернигевский по своей казацкой привычки взял его и так сказать поймал этого илимского и вода то есть поднял по восстания и местным населением украинцами и московитами и там всеми другими сибирскими народностями этого илимского воеводу казнил то есть восстал против царя московский царь сразу выдал указ казнить голову срубить но не на того напали на чипер черниговский собирает большой отряд достаточно по тем временам там десятки или сотни человек это в сибири было много там ну народы очень маленькие и соответственно по это пустынной территории идет в приамурье и городок албазин основывает фактически но кто-то говорит восстанавливает после хабарова но в действительности а стан основывает его заново этот городок албазин и он становится ключевым пунктом конкуренции его как представителя фактически казаческой республики на дальнем востоке от этого циньского китая империи уже цинь которая начала и уже маньчжурская династия то есть маньчжуры рядышком они знают эту географию и они претендуют на гораздо большие территории чем это было раньше и соответственно московия что-то там вмешивалась для московии он беглец он тот кто восстает против сукрального царя который его так сказать вот этого палача казнил вот воеводу и что делает этот нычипер чернигевский он собирает этот отряд и живет там в том албазине собирают дань собственно с окружающих племен и понемножку конфликтует с китайцами за влияние чисто за влияние там и присылает подарки царю подкупал подкупал но короче фактически этих воевод подкупил на то чтобы они легитимизировали его власть и в 1672 году то есть 32 году он еще воевал в смоленской войне это через 40 лет он уже такой в летах достаточно человек и он фактически получает статус воеводы приказчика ну короче начальника в этом или имя от московского князя или московского царя но потом его выманили как всегда обманули отправили куда-то там в красноярске или куда-то там дитем боярским но это значит что просто дали ему какую-то копеечку на пенсию отправили забрали его оттуда то есть он основал крепость албазин и фактически еще там несколько населенных пунктов вокруг подтянул местное население которое венкийская там местное население какие-то князья там у них были у этих венков ну короче сделал их союзниками и отбил атаку монгол где где казаки где где монголы и отбил эту атаку монгол но в результате московиты его забрали это конец там около восьмидесятого года и что сделают китайской империи она говорит что все бесхозное нету в базе не там нет уже этих таких буйных солдат и окружили короче нерчинск сожгли этот албазин окружили нерчинске вся та территория стала китайской по условиям нерчинского договора тысячу восемьсот восемьдесят девятого года московиты кстати говоря вели переговоры такие рассказывали о том что у них огроменное войско что сейчас придет огроменное войско но китайцы же не дураки и тогда тоже были не дураки не сказали что ваше войско и за два года сюда не дойдет ну короче в результате отхватили отхватили вот эту очень серьезную территорию мне кажется что если говорить о сибири то это самая лучшая территория в сибири действительно ну что там есть нормальные аграрные районы там все выращивается украинцы называли эту территорию зеленым клинам потому что туда украинское переселение очень сильно было в начале девятнадцатого в начале извините двадцатого века вот это столыпинские реформы даже перед ними в конце девятнадцатого очень много украинцы туда выехали и сахалин и дальний восток и при амурья ну то собственно говоря те территории на которые претендует сейчас китай уже официально практически и это самые такой лакомый кусочек возможно он без полезных ископаемых серьезных залежей но чисто такой колонизационной точки зрения конечно же китайцы управятся с этой территории гораздо лучше чем русские что недавно вроде бы путин даже проговорился что за уралом живет не 27 миллионов человек а 12 миллионов может он ляпнул а может действительно какая-то статистика вылезла вот настоящая за фальшивой вполне возможно вполне возможно потому что раздувать щеки это было еще и во время нерчинского договора когда они рассказывали эти московские воеводы что у нас огромное войско идет на подступах но китайцы не дураки как мы знаем поэтому друзья украинцы с удовольствием подарят эту территорию китаю восстановят эту историческую справедливость чтобы все было по правде а вот поэтому друзья для того чтобы ускорить этот момент восстановление справедливости не только для китайцев но и для всех народов планеты земля в том числе угнетенных народов россии подписываемся ставим лайк но главное не забываем поддерживать украинскую армию скоро мы уже купим четвертый джип бушный правда должен признать но хороший проходимый и счетик я оставляю внизу кто может поможет не забываем что деньги это что это взял и потратил а если деньги на благое дело это всегда этот поступок с вами остается навсегда вы помогали украинской армии в спасение мира с богом друзья до перемоги